слава иисусу христу слава нашему господу за это служение и за слово которое он нам оставил которое мы будем сейчас размышлять вы знаете я вчера когда мы приехали после постановки еще пообщались поздно вечером и я думаю делать презентацию не делать вот но думаю как прошлый раз не готовил а время было думаю а вдруг вот поэтому пол четвертого утра я закончил эту презентацию так что братья сестры домой не идем пока до последнего слайда не дойдем вот но я шучу мы мы по времени остановимся где где будем по времени хорошо я хочу начать с текста это римлянам 12 глава очень известный нам текст но на слайде есть да вы видите второй стих на котором мы сконцентрируем свое внимание но я прочитаю для начала еще из первого поэтому братья на второй экран пожалуйста римлянам 12 глава с первого стиха написано так итак умоляю вас братья милосердием божиим представьте тела ваши в жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком этим но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать что есть воля божья благая угодная и совершенная павел обращается к новой церкви и говорит я вас просто умоляю представьте ваши тела в жертву то есть пожертвуйте стоит вопрос павел в каком смысле жертвуйте жертвы были в ветхом завете до прихода иисуса христа до его смерти он стал нашей жертвой а каких еще жертвах может быть речь но суть в том что и в ветхом завете все эти жертвы весь тот спектр жертв потому что там было очень много различных комбинаций ни одна из них не даровала спасения когда мы исследуем писание мы видим что там говорится покрывала она покрывала не уничтожала не забирала это жертва грехи а покрывала и там употребляется еврейское слово которое употребляется также в названии крышки ковчега завета вот когда говорится вот сделай крышку вот там одно и то же слово поэтому жертва раньше она просто покрывала грехи жертва она приносилась для смирения человека он каялся перед богом за свои грехи он переживал за свои благословения дальше для в исполнении заповеди божий бог воспитывал евреев что они святой народ то есть отделенные всего мира у них есть определенные заповеди которые созидают их как народ которые дают им вот эту какую-то святость какое-то отделение от греха от всего земного и поэтому эти жертвы они были частью жизни и которые говорили о том что придет иисус христос но именно кровь христа она действует для прощения всех грехов он больше никогда ни один грех не вспоминет верующему писание говорит верующий сына божий не приходит на суд есть судилище но это такое слово нас иногда пугает потому что корень суд но это как бы скажем так 10 сидят судьи жюри которые раздают награды спортсменам так вот верующий на суд божий не приходит и нас оправдала кровь христа и она же действует и в прошлом ретро активно то есть в том плане что когда уже христос умер вот тогда его кровь покрыла и все грехи тех людей которые когда-то приносили просто животных но своим сердцем сокрушались перед богом и вот здесь и по повел говорит и в новом завете вам нужны вот эти жертвы вы должны жить бог вас к этому призывает эти жертвы они не дают спасения не в ветхом завете не в новом но это суть вашей жизни бог вас воспитывает бог вас оставил на этом мире для какой-то цели иначе покаялся человек раз и в небо покаялся и в небо но кто будет проповедовать другим кто будет свидетельствовать а кто будет прославлять его на земле то написано небеса и земля прославляют все живое прославляет бога но бог создал человека особо отдельно вдохнул именно в него свой дух жизни написано что душа животных крови бог дал им душу такого формата но именно в человек он вдохнул свой дух жизни дал дыхание поэтому и от человека ожидается особое отношение выше намного и больше чем от животных а животные славят бога а мы нет нас предназначили для того чтобы мы больше служили ему поэтому павел дальше говорит а как это сделать как нам жертвовать всем своим телом для разумного слажения всем своим разумом всем своим естеством и тут он дает вот эту формулу и он говорит не сообразуйте с веком этим но преобразуете обновлением ума вашего и дальше говорит чтобы познавать что есть volia божьи благая угодная совершенна наша задача познавать что есть воля Божья но вот он говорит эту формулу что нужно сделать это делать именно с тут как бы вроде бы обğуме говорится да разум это какие-то мысли казалось бы ну достаточно, я покаялся, настроился на небо, все хорошо, я вот такие высокопарные речи даже могу красивые говорить, вот так вот очень значимо, ну достаточно, я вот вроде бы все для Бога, спасибо Боже, слава Богу и так дальше. Но здесь говорится не только об уме, то есть ум здесь не имеется в виду только просто настрой, наше мышление, а и действие, жизнь, потому что сообразоваться и преобразоваться это действие, это нужно что-то делать. У нас это корень одинаковый образ сообразоваться и преобразоваться на греческом, мы видим это немножко другие слова, зачитывать их нет смысла, но обозначение такое, первое сообразоваться, это становиться подходящим или соответствующим, это слово также употребляли, когда описывали действие где-то во время маскарада, либо театральное действие, то есть внешне ты должен стать похожим на остальных, вот если маскарад, то все там разукрашиваются, если театр, то одевали какие-то маски, хотя внутри я другой человек, я вообще другой человек, но я вот должен стать похожим внешне на них. И вот Павел и говорит, не сообразуйте, что такое образ, вот вы видите картинку, то есть есть оригинал и образ, даже есть образы, да, то есть иконы, вот по сути одно и то же слово греческое иконео, вот икона это подобие, то есть что-то, это не оригинал, но оно должно быть похожим, и вы видите как вот даже на рисунке там как художник, он старается писать картину с этой девочки, картина это не живое, оно не является оригиналом, но это копия, он старается повторить все детали. Так вот и в нашей жизни часто люди почему-то становятся подобными с этим миром, те, которые новые люди, становятся подобными с этим миром внешне, очень похожи, хотя по факту, по сути мы не являемся миром, об этом говорит Писание. И мы дальше посмотрим еще на эти тексты, Слова Божьего, которые говорят о том, что нам не надо быть похожими, мы не должны быть той же маски, как и этот мир, чтобы нас принимали, мы другие, наша сущность другая. И дальше второе слово, что мы должны все-таки делать, преобразоваться, то есть какие-то перемены, это подвергаться превращению или преображению, то есть это полное изменение, это не внешняя просто маска, а внешние изменения. По сути внутри я тоже остаюсь, тем же, что и был до покаяния, я тот же Сергей Солоненко, да, но суть в том, что вот именно уже все внешнее мое наполнение и внутреннее сердце, но имеется в виду, что я как личность остался тем же, но все изменилось, я новый человек, поэтому нам нужно обновляться нашим умом, нашим разумом. Мы живем в том мире, где грех царствует, где различные какие-то извращения, они как-то увеличиваются, где-то больше, где-то меньше, Писание говорит о том, что нет ничего нового под солнцем, но оно как-то, один грех явно выпирает какое-то время, потом другой, и мы видим, что нам, как христианам, нужно иметь вот эту основу и быть похожими на Иисуса Христа, преобразоваться. Дальше мы с вами смотрим, прочитаем текст. Давайте, братья, включите, пожалуйста, Колоссянам 3 главу с 1 по 17 стих. Колоссянам 3 глава с 1 по 17 стих. И мы прочитаем весь этот текст, чтобы он был у нас на слуху, и потом мы немножко поразмыслим об этом. Итак, 3 глава с 1 по 17 стих. Читаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев в Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлегшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Теперь немножко вернемся, посмотрим на контекст, и мы увидим вот эту формулу, как обновляться умом, что мы делаем для этого, что мы должны делать. Ну, возвращаемся к тексту. Вначале Павел говорит, «Вы воскресли со Христом?» Радостная весть, воскресение. Когда Христос умер, люди опечалились, многие говорят, ну где же Он? Когда увидели Его живым, наступала радость. Когда мы себя отождествляем с Христом, и мы говорим, что мы тоже воскреснем, Он живой, это радость для нас. И мы верим в то, что наступит время, когда и те, которые умерли во Христе, они тоже оживут, Бог их воскресит. Поэтому мы радостно принимаем ту вещь, что мы воскресли со Христом. У нас есть что-то новое, новое, и нас ожидает еще и преображенное новое тело, с новыми возможностями, это очень радует. Но Павел дальше говорит, «Но есть еще действие здесь на земле». Вот мы воскресли, совоскресли со Христом, да, мы воскресли с Ним. Но Он говорит, ну в вашей жизни должны быть перемены. И во втором стихе Он говорит, вам нужно о горнем помышлять. Это, как я говорил вначале, это не то, что там просто о небе подумать. А это подумать, вот мы молимся, молитвой очень наш. И там есть текст, «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». То есть о горнем помышлять, это не только о небе думать, вот какие красивые облака и что нас ждет там в будущем. А это жить этой жизнью так, чтобы горнее, Божье, небесное, было здесь на земле. «Воля твоя да будет на земле, как и на небе». Вот так нужно жить. И дальше Павел говорит в третьем стихе, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Вы умерли. Смерть – это прекращение жизни, это остановка. «Вы умерли, раз мы воскресли, мы на это надеемся, мы этим живем, радуемся». Он говорит, «Так вы умерли, вы новые люди». Вот тот старый человек умер, поэтому нужно умереть. И он говорит, «Вы сокрыты». Другое объяснение, как бы укрыты в Христе. То есть внешняя жизнь теперь на вас не нападает. В смысле, даже если нападает, она не имеет власти проникнуть в ваше сердце, потому что вы укрыты Христом. Но вы сами, это ваше действие, вы должны умереть. Должны умереть для прошлой жизни. Вот пример. Гусеница и бабочка. Одна жизнь. Живет гусеница. Она ползает, где-то у нее эти маленькие ножки, где-то на брюхе. Вот это ее жизнь. Вся жизнь заключена в этом. Вот так вот ползать, где-то по деревьям лазить, листья есть. И все. Больше ничего нет. Но наступает момент метаморфозы, когда она изменяется, и она превращается в бабочку. Появляются крылья. У нее другие возможности. По сути, это та же гусеница, что раньше была, но у нее теперь есть возможности, и она может пользоваться этими крыльями. Гусеницы едят листья, вот просто съедают, просто одни стручки оставляют. Бабочки не едят листья, у них другая пища. У них она какая-то более возвышенная. Они едят нектар с цветов, они пьют сок, фруктов различных. Другой образ жизни. Хотя, по сути, это тот же организм, что был недавно. И вот Павел говорит, вы должны умереть. Вот так гусеница наша, земная, которая тянет к этой земле, сила земного притяжения действует на гусеницу. Она, если с дерева упадет, она провалится и упадет на землю. Бабочка же, она может воспользоваться вот этим новым свойством, тем, что ей наделено крылья. И падая, она может взмахнуть крыльями и лететь. Поэтому и Павел говорит, вы умерли. Вот та старая жизнь, которая тянула вас к земле, она изменилась. Дальше в 4 стихе он говорит, когда явится Христос, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Он говорит о том, что наступит время, даже если здесь, на земле, мы этой умрем. И если те люди есть, которые ценят этой жизнью, как я это все оставлю. Павел говорит, ну, как я это все оставлю, в том смысле, что, ну, это же все, что мне дано в этой жизни. Так и многие думают, что все, что нам дано в этой жизни, это то, что, ну, это моя участь. Вот, дальше умрем, растворимся, как облачко, и все, и нас нет. Но это не так. Поэтому Павел говорит, что наступит время, и вы увидите, что есть что-то большее. И когда явится Христос, тогда и те, кто верующий в Него, явятся с Ним еще и во славе. Это второе пришествие Иисуса Христа. Дальше пятый стих. Он говорит, что нам нужно конкретно делать, и он называет вот эти грехи, вот это земное, которое тянет эту гусеницу к чему-то нехорошему, тянет нас, людей. Он говорит, это странно, другими словами, что верующий человек, который стал новым творением, новым созданием, на примере той же бабочки, тянет почему-то опять к земному, к этим листьям. Бабочка не летит к листьям, но по факту получается, что те люди, которые стали детьми Божьими, все равно продолжают грызть листья твердые. И вот, например, и он дальше говорит в пятом стихе, что нужно умертвить. Это блуд, разврат. Почему это продолжается? Почему люди, которые называют себя верующими, христианами, не боятся залезать вот в этот разврат? Не боятся заигрывать с сатаной? Не боятся, как вот с той злой собакой руку давать? Почему это происходит? Если был бы страх, благоговение, помните, как в Ветхом Завете, вот мы недавно на вопросах-ответах, в прошлый раз рассматривали, почему у священника были колокольчики, а дальше они по традиции еще и веревочку ему цепили. Потому что если он что-то не так сделает со святом святых, не по закону Божьему, он просто умрет на месте. И был страх, было благоговение. Почему сегодня часто у некоторых людей, я не говорю обо всех, слава Господу, всегда есть верные ему. Мы знаем это на примере Ильи. Бог ему говорит, есть еще 7 тысяч, которые даже колени не преклонили предвалом. Поэтому всегда есть верные Богу, которые желают изменять свою жизнь, которые хотят преобразоваться в образ Христов, быть похожими ко Христос, стать точной копией во всех деталях. Но почему есть те люди, которые, именуясь детьми Божьими, продолжают вот этот разврат заигрывать, и потом и семьи рушатся. Дальше нечистота, вот эта вся аморальность, все, что этот мир может дать. Когда какие-то новости смотришь, что кто сделал, просто аж внутри все такое проявление, ну как такое, это же такое нечестье. Как люди это делают с чистой совестью? Аморальность, такие страшные поступки. Дальше страсть, это вожделение, вот хочу удовольствия сплошного, злая похоть, это плохие желания, то есть мне хорошо, когда другому плохо, всем желаю, чтобы им было хуже, тогда я на их фоне буду лучше. Любостяжание, жадность, все мне, для меня. Вот, вот Павел говорит, вот это умертвите. В церкви такого не должно быть, в людях такого верующих не должно быть. Дальше мы с вами читаем шестой стих, он говорит, что гнев Божий грядет на таких людей. Даже если вот человек называет себя верующим, но делает эти дела, придет гнев Божий. И здесь, в этой жизни, и никто из нас не знает за другого человека, как он живет. А может быть тот человек сам себя обманывает. Не зря Давид и говорил, что исследуй, испытай меня. Покажи, потому что, ну, я могу ошибаться. Поэтому очень важно смотреть, чтобы это на практике, удалять эти грехи, потому что гнев Божий придет. И дальше в седьмом стихе он говорит, вы раньше были среди этих людей, но сегодня они такие. Это было когда-то. И гнев Божий ожидал вас, но сегодня нет. Нет гнева Божьего на вас, поэтому вы должны что-то делать. И дальше в восьмом стихе он говорит, отложите все. Слово отложите греческое означает, как бы снимать одежду. И там даже идет такое красочное описание, как снимать грязную рубашку. То есть, когда она уже грязная, нам неприятно, она выглядит плохо, запах от нее плохой. И вот он говорит, вот это снимите, сорвите вот эту грязную рубашку. Поэтому отложите все. Это нам нужно сделать, это действие, которое должно для нас быть неприятным. Гнев. Тлеющее чувство гневливости. Тлеет. Я думаю, вы видели, что такое тление. Когда оно горит, горит. Ну, когда там барбекю делаешь, ну, пускай горит чем подольше. Но когда пожар какой-то и тушить. Я помню, было время у нас когда-то на Рождество, у нас был пожар дома. И я весь день до поздней ночи, мы тушили все, и уже все уехали. И пожарники, и люди уже разошлись. И там же осталось на чердаке немножко, там вот стропила эти все еще тлели. И я помню, я уже бессильный, просто я там затягиваю, то ведро воды на чердак, и вот там что-то дымит. Я вылил. Я уже там, уже лежал на том чердаке. Тут ко мне приходят, говорят, вот мы с молодежью идем петь рождественские песни, по-народному калейдовать. Пошли с нами. Я говорю, какое, я уже дышать не могу. И вроде бы все сделал. Смотрю, уже там опять дымит. Да что ж такое, уже туда иду с тем ведром. То есть вот это такое тление, ты уже ждешь, когда оно уже остановится, когда закончится. И вот этот гнев, он есть в сердцах людей, когда он не прекращается. И уже вроде бы вся обстановка в жизни начинает меняться у человека, уже к нему и по-хорошему. И уже и Бог его благословляет и одним, и другим. Но у него постоянное какое-то недовольство. Все не так. Все не те, не то делают. Вот это он тлеет, и тлеет, и тлеет. Поэтому Павел говорит, вот это сбросьте себя. Вот этот гнев, вот это тлеющее чувство, сбросьте себя. Дальше он говорит, ярость – это резкие вспышки гнева. Ну тут особенно, кто холерик по своему темпераменту, ну бывает, нередко. Но Павел говорит, вот это тоже сбросьте. Вот эта мгновенная злость, мгновенную ярость – это не для детей Божьих. Дальше злоба. Моральное зло вообще, когда ты всем желаешь зла, только чтобы тебе было хорошо. Злоречие по отношению к Богу – это богохульство, по отношению к людям – это клевета на человека. Почему это есть в церквях? Почему? Этого не должно быть. Павел говорит, выбросите эту грязную рубашку. Сквернословие – это непристойная речь, грязный язык, слова, которые мы часто произносим. И вот некоторые люди даже не задумываются о том, в чем говорят, или в шутку говорят, но это порочит человека, порочит Христа. И уже в 9 стихе Павел дальше продолжает и говорит, не говорите лжи. Ложь – это тоже то, что не славит Бога. Дальше в 9 стихе и в 10 есть такое противодействие. Он говорит, совлекшись ветхого человека, старого человека, совлекшись – это тоже сдирать одежду, обезоруживать, то есть верхнее все снять, обнажиться. Он говорит, все это нужно убрать. Он, совлекшись ветхого человека, другими словами, снять с себя того старого человека. Он уже не имеет над нами никакой власти. И противодействие этому, что мы должны делать, облегшись, то есть одеть, брать на себя, облегшись в нового, одеть нового. Это какое-то действие мы должны делать. Это не просто, когда ты покаялся, ну все, я святой. Ну да, если Бог заберет нас, как разбойника на кресте в тот же момент, да, ничего не нужно делать. Но если мы здесь остаемся на земле, нам важно быть похожими на Иисуса Христа каждый день. Это наша задача. Это то, что обновляется каждый день. И вот в 2 Коринфянам, известный нам текст, где сказано, итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Прошло, то есть уже не осталось от него следа. Теперь все новое. А новое ли оно у нас, братья и сестры? Дальше в 10 стихе говорится, обновляется в познании по образу создавшего его. Вот это вот познание, познание или знакомство, но если вот посмотреть на 1 главу 9 стих Колоссянам, там еще идет один артикль, который показывает, что вот это глубокое и доскональное знание воли Божьей. Это не просто знакомство, ну, есть Бог, ну, окей. Нет, это глубокое и доскональное знание воли Его. Поэтому Павел и говорил в римлянам о том, что познавайте, что есть воля Божья. Вот так мы обновляемся, вот так наш разум обновляется, наше сердце, вот так мы становимся похожими на Иисуса Христа. Второе слово, обновлять, это делать новым. И вот как раз таки в греческом языке там стоит такая форма, которая означает, что это обновление происходит сейчас. Вот прямо сейчас происходит обновление в настоящее время, но показывает на то, что это постоянное действие. Ты не можешь просто один раз обновиться, все, я свят. И ходим еще лет 20, 40, 80 по земле, я святой. Нет, Писание говорит о том, что это процесс, постоянное обновление, поэтому нам нужно меняться. А как он говорит обновление в познании по образу создавшего его? Во-первых, как Бог создал Адама и Еву? Святыми, он говорит, хорошо весьма. То есть уже Бог создал человека таким, вот такими мы должны быть. А дальше сам создавший его образ, какой? Бог святой, праведный, любящий, милосердный. И поэтому мы должны становиться, вот брать этот образ от него, перерисовывать в нашей жизни. И вот тексты Писания, которые говорят именно об обновлении ума нашего. Павел неоднократно об этом говорит, нам нужно обновляться, обновляться, быть похожими на Иисуса Христа. Дальше, второй момент такой, то, что мы с вами живем на этой жизни, в этом мире, нам жизнь должна развиваться духовно, мы должны расти, нужны какие-то изменения. Но часто вот эта верхняя, знаете, у нас такая, затвердевает кожа, и мы ее держимся, она не дает возможности развиваться, она не дает возможности расти. И вот Павел говорит, я верю в то, что это Павел, мне так легче, вы как хотите, евреям, кто написал. И вот в евреям написано, что, судя по времени, уже много времени прошло, уже многие годы, вы уже в церкви ходите, служите Богу. И он говорит, судя по времени, вам же давно пора учить других, вы должны питаться этой твердой пищей, вы уже выросли. Но, глядя на вас, вы как маленькие дети, надо продолжать вам давать это молочко, пережеванное вот эту пюрешечку. Почему? Вы должны, вы уже, время идет, то есть наша задача все время расти, расти, расти духовно, обновляться. Если посмотреть вот на рептилии, они обновляются, они скидывают кожу раз в год. Почему? Потому что она затвердевает, она не эластичная, и организм внутри, мышцы, они не растут. Поэтому раз в год они ее сбрасывают, и пока еще такое мягенькое верхнее покрытие, они могут расти, развиваться, потом оно затвердевает со временем. Этот процесс, кстати, для них не самый приятный. Они чувствуют зуд, они постоянно трутся об камни, от деревья, какие-то ветки, и поэтому они часто себя ранят. Но они понимают, что лучше вот это, потому что если они не сбросят эту кожу внешнюю, они не смогут обновиться, они не смогут расти дальше. Если посмотреть на раков, они снимают панцирь и скидывают два раза в год, а маленькие рачки, которые только появились, они скидывают панцирь каждую неделю. Почему? Потому что организм растет. Братья и сестры, вот это внешнее, которое у нас есть, которое часто нас сдерживает, нам нужно его скидывать, нам нужен рост. Павел говорит, обновляйтесь умом, живите, развивайтесь, нам нужно это делать. К этому призывает нас Писание, чтобы мы каждый день были похожи на Иисуса Христа. Задайте себе вопрос, здесь и сейчас, или придете домой, можно даже встать перед зеркалом и посмотреть и сказать, похож ли я на Иисуса Христа. Вот если кто-то со стороны посмотрит, зайдет, ой, Господи, да, но иногда когда пугаются, так говорят, а тут действительно похожи ли мы на Иисуса Христа. Мы не знаем, как он выглядел внешне, но похожа ли моя жизнь. Люди, которые посмотрят на меня, они скажут, что это, но это последователь Христа, это христианин, он пытается повторить вот эти все детали на картине. Нам нужны перемены в нашей духовной жизни. Дальше Павел говорит о том, что в 11 стихе, что вот эта вот новая одежда, новый человек, которым мы облеклись, которым мы одели, она уже не делает различия в национальных каких-то критериях, он говорит, уже нет ни елена, ни иудея, а иудеи, они называли всех еленами. Все, кто не из его народа, не из еврейского народа, это все елены, либо язычники. Это у них даже было так иногда синонимом. Дальше, нет религиозных никаких различий, ни обрезания, ни не обрезания. Мы знаем тоже, евреи всех делили, что это не обрезанные, значит нечистые. Верующие люди принимают всех, мы все разные, но мы принимаем всех. Главное, чтобы все было по Писанию. Дальше говорит, нет культурных различий. Варвары, греки, это считались в то время очень образованные люди, они всех называли варварами, кто не разговаривает на греческом, потому что новый язык всегда звучал как будто бы вар-вар-вар, они всех называли варварами. Скифы, это вообще считалось еще хуже варваров, это кочевые племена, которые все время нападали, опустошали всех. Поэтому Павел говорит, уже нет никаких различий. Все мы дети Божьи и верующий человек, тот, который стал новым человеком, объединяет что-то другое. Объединяет Иисус Христос, объединяет схожесть с разных народов или вот социальной, нет ни раба, ни свободного, все люди разные, разная культура, религия, народы, вот раньше были, но когда приходят к Христу, у них есть один оригинал. И все со всех точек планеты рисуют эту картину своей жизни, чтобы быть похожими на оригинал. И Павел об этом говорит. Дальше в 12 стихе, с 12 по 16 написано о том, что нам нужно что-то еще делать. Вы знаете, мы часто характеризуем себя как те, кто не. То есть мы не пьем, мы не курим, не танцуем, не гуляем и так дальше. Но не – это только часть работы. В том плане, что мы чего-то не делаем. Но только неделание не характеризует нас как христиан. Наоборот, Писание, сам Христос и дальше апостолы, они призывали к действию, не делать греха, но дальше действовать нужно. И вот Павел здесь и говорит, облекитесь, оденьтесь, нужно одеться в это. И вот мы видим, я уже не буду останавливаться на этом, милосердие, то есть сострадательное сердце, благость – это доброта к другим, смиренно-мудрее, скромность, кротость – это сдержанность, мягкость, долготерпение – это великодушие или выдержка, ну и дальше любовь, мир Божий, дружелюбие, Писание, то есть это он говорит, слово Христово вселяется в вас обильность. И дальше потом пение, то есть поява, спивая в сердцах ваших Богу. Вот что мы должны делать. Братья и сестры, вот этот список, он должен быть в нашей жизни, мы ставим себе цель. Вот завтра понедельник, завтра рабочая неделя. Как за неделю я использую вот эти качества? Сколько из них я смогу использовать? Давайте ставить себе эти цели. Господь нас призывает к этому через апостола Павла и говорит, оденьтесь, оденьтесь и действуйте так. И вот тогда вы будете действительно новым человеком, обновленным. А призыв этот действует, чтобы мы обновлялись. И последний текст, это 17 глава, он говорит о том, что и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть он перед этим говорит, что вот такие вот характеристики у вас должны быть, вот то, что вас должно наполнять, вот эти различные критерии, то есть это цели, которые мы ставим. А дальше он говорит, ну и все остальное, все, что в нашей жизни есть, даже чтобы зарабатывать на жилье, на хлеб, на пропитание, какие-то развлечения в жизни, которые бывают, все это, чтобы было как для Господа и во имя Господа. И тогда мы действительно будем этим новым человеком обновленным. Поэтому, братья и сестры, пускай Господь поможет нам обновляться, не сообразоваться с этим грешным миром, оставить все то прошлое, а обновляться, видеть эти грехи, которые есть, зная о них, убегать от них, видеть вот эти качества положительные, которые есть, зная о них, ставить себе цель их делать, применять в нашей жизни и в конце, чтобы абсолютно все, оно действительно было для славы Божьей. И тогда прославится наш Небесный Отец. Тогда мы сможем поддерживать друг друга, как христиане, и тогда мы сможем свидетельствовать людям, которые еще далеки от Него. Пускай Господь нас благословит и поможет в этом. Аминь. Давайте мы встанем на ноги, и я помолюсь, и после этого еще пару минут будет служение. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил, за то, что Ты нам напоминал сегодня, как одеваться как воин мудрый, который может сражаться в духовном мире. И также мы благодарны Тебе за то, что Ты показал нам, напомнил, как нам одеваться как христиане, любящие, которые должны быть похожими на Тебя. Господь, помоги, чтобы эти слова, они были укоренены в наших сердцах, чтобы мы не только красиво говорили, рассуждали об этом, даже знали какие-то тексты Писания, но чтобы мы применяли их в нашей жизни, чтобы никто не остался вне двери. Господи, помоги нам выполнить ту функцию, которую Ты предназначил здесь на земле, это прославить Тебя, трудиться и созидать братьев и сестер всеми духовными дарами, которые Ты даешь, и талантами, и также свидетельствовать этому грешному миру, который погибает без Тебя, о том, что Ты любишь, о том, что Ты умер за грехи каждого, кто поверит в Тебя. Господь, прошу Твое благословение на всех нас, а Тебе за все пускай будет вечная слава. Аминь.